доброго всем дня утра вечера сегодня одно из немногих моих видео не посвященных алмазной мозаики я приглашаю вас на воздух на пруды на красоту созданную руками людей чтобы дарить это людям они много лет из 10 клубеньков лотоса развивали лотосовое хозяйство взяли заброшенный пруд почистили запустили карпов посадили цветы облагородили место для прогулок здесь безопасно чисто продумано лавочки под навесом ждут отдыхающих перила металлические жестко закрепленные дощатые дорожки над водой все рядом огромные листья лотосов цветы уже распустившиеся еще в бутонах тихо плюхает водичка под тусками нежный тонкий аромат чудесный летний ветерок теплое июльское солнце дышите отдыхайте любуйтесь наслаждайтесь мы на открытии ежегодного праздника лотоса в лобинском районе краснодарского края здесь есть все что обещали устроители живая музыка мастер-классы фото зоны лотерея и участие в лотереи где разыгрывались порция шашлыка агниты с лотосами игрушки бесплатное участие в мастер-классах и многое другое вот в розыгрыш вот здесь у нас есть барабан с номерками все 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 номерки которые сегодня есть они распечатаны и вложены в этот барабан чтобы было честно вот у меня тут девочка прибилась говорит хочу розыгрыш провести дадим ей этот шанс не слышу дадим как тебя зовут марьянушка марьяна сейчас вытащит номерочек но сначала мы с вами узнаем что же выиграет первый наш лот и так подарочный сертификат на 300 грамм шашлыка вкуснейшего шашлыка который делает наш шеф-повар после этого вы захотите каждые выходные ездить только к нам ну что готовы марьяночка опускай ручку давайте покрутим да вот так вот чтобы было честно покрутим так марьян доставай номерок так открываем а ну как-то не мали так красиво а ну-ка давайте сюда иди вот эту руку вытянем вот так заднюю вытягивать вот посмотри примерно как я а ты эту так провернись на меня немножко бедро довернись и вот так вот встань или выкруни лучше выкруни все расслабься а я трюкнула бочу я чего мешаю да да чуть-чуть подвинься назад пожалуйста лайки профессиональная настоящая русалка на научит вас позировать для удачного портфолио ну и чё ты стал солнце мое спиной своей ты ли проходи осторожно не спешим здесь бегать нельзя потихоньку желающих снимать было огромное множество поэтому в мой кадр попадали спины лысины пока девочки выбирали осану чтобы была удачная необычная и приемлемая на природе и для платья какая прелесть продуманы всякие мелочи для того чтобы украсить беседку для отдыха бутафорский цвет лавочки деревянные удобные подлокотники навесы от солнца очень комфортно а 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 все продумано покрашено жёстко закреплено ничего не шатается прибита намертво чтобы никто не поскользнулся не споткнулся смотреть под ноги конечно надо уступить дорогу тоже но разойтись можно без напряжения и неудобств. Субтитры создавал DimaTorzok И вот мы попадаем на ярмарку, в выставку продажи. Свечи ароматические, изделия из керамики. Свечи ароматические, изделия из керамики. Цветочные композиции на подставках, в бокалах, в стекле, в металле и керамике. Потом я решила поговорить с хозяевами всей этой красоты. Кто-то снимается легко и непринужденно, рассказывая о своей продукции. Одна девушка сказала, сделать могу, связать могу, говорить не могу. Я ее направила. Расскажите, из каких ниток, где берете схему, как рождается кукла, где вы ее видели или это чистой воды фантазия. И человек легко открывается, начинает говорить о своих подделках. Я делаю натуральную косметику, мыло, на травах, на отварах, на местные, твердые шампуни, бальзамы, бальзамы для бут. Конкретнее немножко. Вот это на соке огурца. Это глинтвейн со специями на красном вине. Здесь чай для ванны, твердый шампунь с ментолом, с апкалиптом, сладкий апельсин. Это арома саше, арома плиточки. Так, а вот это? Это пробнички можно взять на пробу бесплатно. Это энзимная бута, очень прекрасно ей умывается. Она с энзимами натуральными. Это соляное с полынью. Это овсянка с медом. Это на пюре клубники. Это с черным углем. Это овсянка-мед. Это пеплое, это с лавандой. А травы это что-то травы? Это украшение. Не знаю. Спасибо большое. А что это за инструмент? Глюкофон. А рассказать немножко можете? Каждый лепесток, как в цветке отоса, отвечает за красоту, а здесь за звучание. И сколько здесь нот? Вот по количеству. Сколько нот? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ну, в общем, у каждого свое звучание, но не по гамме, да? Какой здесь диапазон? Самая низкая и самая высокая? Фа-мажор здесь. А, вот так вот здесь, понятно. Вот так здесь. Можно и ритмическое же что-то, да, наверное? Ну, в принципе, ритмический инструмент. Ага. Как перкуссия. Очень интересно. А вот гитарочка у вас какая-то маленькая. Это что за инструмент? Это укулеле. И вы тоже играете? А можно попробовать? Пока что нет. Понятно, Катерина. Пока что я заворажена. А, это да. Это да. Музыка очень завораживающая. И даже по две можно. Я просто сама музыкант, поэтому... Поэтому мне очень интересно. А вы откуда? Вообще? Да, вообще. Вообще человек мира. А так из Питера. Да что вы говорите? А, вот так вот. То же самое. Это натуральная косметика. Гидролаты. Да. Альзамы для губ, твердые духи. Кремы для лица, для тела, для разного типа кожи. Матологическое мыло. Шампуни. Мыло для тела, для волос. Массажные масла. Скраб для бани. Тельные сборы. Это мыло, наверное, да? Это мыло, да. На травках, наверное, да, все это? Что-то на травках, что-то на маслах. А вы откуда приехали? Из обширонского района. Вот так. Понятно. Какая у нас тут география? А вы откуда? А мы лабинские. А, не знаю, да. По 450. Вот эти вот 750, а большие по полторы тысячи. Мишка стоит 900. Вот эти вот брелочки по 500, зайчики. Вот эти вот маленькие по 300. А эти по 150, они в лотарее. Ну что, поселок родники. Вяжем все. Мультяшные всякие игрушки. Это разные. Вот это из Янарт сделано, связано. Винни-Бух плюшевая, плюс калинка пряжа. Том в жерри проекте. Так, еще и что такого? Такса вот у вас интересная. Такса, да. Такса тоже Янарт. Вот она у меня и моделью служит, и сама. Вы браслеты делаете сами? Частично, да. Так, ну что тут? Купидончик вот такой вот. Веселая рыба. Да, каждая кудряшка все сшита. Все можно, как говорится, подергать. Ну расчесать. А что за ткань вот эта вот на волосиках? Это такая специальная, как трессы. Они прямо в пакетике бывают, Леонардо продаются. Их частями отрезаешь и своеобразно пришиваешь. Косы, какая девица, красавица. Тоже некоторое дело. Это я уже не помню пряжу, где-то тоже брала в Леонардо. Одежда съемная, можно при желании ее заплести. Здесь тоже плюшевая пряжа, безопасное крепление глазки. Они клеятся или как-то... Нет, они внутри защелки. А, все, да, я знаю, глазки, да. Я все это знаю. Так, что еще? Всякие вот тут змейки. Ой, змейки. Ой, красные, чудесные, веселые. Ага, можно их гнуть. Такой вот модный аксессуар, брелочки. Бананчики тоже. В основном пряжи Янард. Вот это у нас пехорка. Вот такие ежики есть синие. Ой. Они вот у меня таким захотелось сделать синим ежикам. Это травка. Травка, да. Что еще? Плюшевые гусики, как в той песне. Жили у бабуси два веселых гуси. Один белый, другой серый. И такие вот маленькие вот десятки. Спасибо. Там видео получается, да? Нет, вот что это такое? Пурвеч – это натуральная паста из перемолотых орехов и семян. Они перетираются на каменных жерновах путем холодного отжима, давления масла и перетиранием жмыха. А вас можно снять? Да, конечно. И дальше что? Каждый урвеч полезен по-своему. Вообще все они натуральные у нас без сахара, без масел. Расторопши, например, для печени полезны. Что-то для сердечно-сосудистой системы, что-то для лечения сахарного диабета, для костей, волос. Как его используют? Расскажите. Вот еще. Десертные. Десертные – это всегда ореховые. Они больше сладкие, потому что их добавляют в завтраки с блинчиками, с хлебушком, с тостом. Ну, в общем, как хотите, с чаем. То, что из семян, их чаще используют натощак. Принимают по чайной ложке до завтрака. Чистый миндаль. Это у вас дома вот это оборудование все есть? Вот это вы занимаетесь? Да. А вы откуда? С Пизилюта. Это где? Дагестан. Ух ты господи. Куда приехали? Да. Именно на ярмарку вас пригласили, да? Да. Это всегда нравится, да? В фестивале. Это получается. Здравствуйте. Откуда вы? Добрый день. Майкоп. 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 Город мастеров. Вот игрушки делаю ручной работы. Грелка. Начальник. Она там с утеплителем стоит. Лисички. Это значит лисичка из плюша, из винтажного плюша с бабушкиных времен. Мишка тоже из винтажного плюша с бабушкиных времен. Лисичка-сестричка. В общем дали вторую жизнь и тканям. И получились работы такие. Да, да, да. Вот это тоже. Мишка Тедди. Это Мишка Тедди по старинной старинной выкройке сшит. Выкройка старинная. Наверное с 50-х годов где-то там откопала в интернете. Это современные чебуршки. А это уже чебуртахи эти. Ушастики. Это домовушки для дома. Это сейчас считается оберег для дома. Так как война ведает дома. Не пускает негатив в дом и приносит благополучия. Защищает добро, счастье. Помогает хозяйке. Отводит неприятности. Вот эти маленькие это обереги в машину. Малышечки, липчики у них лепленые. А это все остальное я шью. А из чего лепили? Это самозапекающаяся глина. Это глина. Это даже не тесто, а соленая глина. А она не разбивается, ничего не делается. Просто потом раскрашиваешь. А это все вот обереги для дома. Это вообще красотка большая. Вот решила большие шить. На любителя. Цыганочку уже купили. Цыганочка была очень красивая. Сейчас купили ее. Так что вот. Это домовой. Это гекимора. Это вот они пришли из леса. Хотят у нас жить. Так, а волосики из чего у них? Мех все. Это мех. Это все мех. Это все мех. Ну и вот эти умные. Оп-поп-поп. Кажется, можно спутить как в прошлом году. Совместно этот мамочек. Здравствуйте. Откуда вы? Здравствуйте. Майкоп. Мыло ручной работы у меня. Немножко подробнее. Направление выбрала именно реалистичное мыло в виде еды. Начинала вот с обычных вот таких вот фигурок. Но фигурки обычно и делают практически все. Хотелось как-то выделиться из общей массы маловаров. Потому что у нас в городе по краю, по республике очень много маловаров. И вот появилась идея. Я ее подглядела у одного португальского маловара. Как он там делал вот такие вот реалистичные персики из мыла. И вот с персиков у меня началось мое вот это вот мыло. Хобби мое направление дало вот именно во фрукты. Про мандаринки немножко. Ай, про мандаринки. Ну мандаринка. Форма с натурального мандарины снята. То есть аромат тоже пахнут мандаринами. Очень ярко выраженный аромат. Ну как бы вот внешне выглядит, как говорят, похоже на натуральный. Очень. Потом появилась идея сделать что-то национальное. Так как я из Майкопа. Ну конечно, что у нас национально может быть? Это конечно адыгейский сыр. Вот. То есть адыгейский сыр тоже как бы оказался очень тепло. Принят покупателями, людьми. Огурчики. Это уже моя визитная карточка тоже. Это все формы сняты с натуральных огурцов. Соленых. И вот дарят на подарки, на сувениры. Ну и мыльная кондитерка, как я ее называю. Я сама сладкоежка. Я очень люблю пирожные, но как бы себе много позволить это не могу. Поэтому я свою страсть реализую именно в мыле. То здесь действительно делается по принципу практически как настоящий пирожный. Потому что корзиночка, например, заливается отдельно. Каждая малинка заливается отдельно. Потом все это собирается. Вместе вот оформляется пирожное. Да. Малина с моего огорода. Когда-то она была живой малиной в прошлом году. Потом я сделала с нее формы. Орешки. Тоже самодельно. Орешки тоже. Вот здесь вот в этой корзиночке. Каждый орешек заливается отдельно. Потом также вот наполняется корзиночка. Заливается как бы вот шоколадный ганаш из мыла. То есть все из мыла. Спасибо. Еще одно из моих заправлений. Алхимическая мастерская. Это арома косметика. У меня представлено здесь мыло с нуля. То есть это мыло, которое варится из масел с щелоком. Я его называю на лицо ужасное, но доброе внутри. Это вот именно уходовое мыло. Твердые шампуни, кондиционеры. И моя как бы разработка. Это аромабраслетики. Они отличаются от обычных браслетов. Что у каждого есть ряд вултанической лавы, бусы. Вот так это вот выглядит. Для чего это нужно? Это нужно для проведения процедуры ароматерапии. Можно взять смесь. Вот у меня здесь тоже авторские смеси. Я ароматерапевт пообразованию. Здесь наносится смесь. То есть там шариковая наносится. Потом вот таким вот образом растирается. Делается несколько глубоких вдохов. И вот эти вот бусины. Вот этот аромабраслет. Он способствует тому, что эффект пролондируется. То есть воздействие эфирного масла будет на организм дольше. Ну что, вот цель была таким результатом. Ну что, наверное. Ну что, салат. Ну что, салат. А я не рад. Не рад. Я не рад. Я рад. Вперед, ты сам. Просто, не рад. Я рада. Я радик. Я рада, я рада. Я рада. Я рада. Нет, тебя не трону, ты не беспокойся О, сестра, бойся, ты меня не боишься Нет, тебя не трону, ты не беспокойся Если я запросил, чтобы хвачить О, сестра, сестра, опрошли О, сестра, сестра, сестра Чтобы жены достались, и обцы, и дети Те, кто ищет, предназначен Да, попел не сверху Бойся, сестра, бояся, ты меня не боишься Нет, тебя не трону, ты не беспокойся Я не упрекался в праздник, чтобы было прославление Чтобы были хлеб и соль, вами не вслед Я без слуха крови не лезло Лучшего порога, чтобы крылья ты не жил О, сестра, бояся, о, сестра, бояся Ты не боишься, ты меня не боишься Нет, тебя не трону, ты не беспокойся Кубань Родина кубанских казаков Сейчас казачье движение Ширится и растет Возрождается уклад, традиции и песни казачества Есть казачьи классы в школах Где рассказывают о жизни и быте казачьих семей Умение виртуозно владеть шашкой и саблей Часто приходилось применять в бою Сейчас это, конечно, чисто театральное искусство Но посмотрите на этого десятилетнего пацана Ни разу не ошибся Перекидывал с руки в руку и не уронил Одинаково профессионально и левой, и правой Вот подойди к такому Это коробочки отцветших лотосов Из них делают бусы, браслеты, поделки Да, пойдите, поскакайте Украшают бусинами, нитками И тут же идет бойкая торговля Приятный, деревянный, теркий, природный запах Теплый, легкий материал Теплый, легкий материал А ты нас потом всех даст? Ну, мы толпой садыграемся Это надо было сначала делать, пока еще лица не устала Да, ничего страшного Потом уже вот так подвечет Ой, меня не надо, папа Ой, конечно, могу, да Вот вам, как раз ее и надо Большой джанер, как же планировали, ибо это писать И еще я нашла живой уголок В ванне прекрасно чувствовали себя три черепашки Наверное, за всю жизнь их столько не гладили детские ручки Здесь они в безопасности, в заботе и любви Рядом еще один пруд для рыбалки Вода здесь проточная Поэтому все чисто, ухоженно И пятиметровый камыш рядом Здесь вот слева жарят шашлык Чтобы никому не мешал дым Продумано и это У строителей прям молодцы Все чисто, выметено, оборудовано Покрытия ребристые и не скользкие Художник интервью давать не захотел Сказал, мои работы говорят сами за себя Ну, в общем-то, так и есть Мы прощаемся с лотосовым раем Подышали чистым свежим воздухом Снежным запахом чудесных розовых цветов Посидели в беседках, отдохнули Пообщались с людьми Многие приехали именно на открытие этого праздника И не только с Краснодарского края Фотографии увозим в море Сувениров себе и на подарки Что-то из продукции купили Тем более, что девочки очень тепло говорили И о травяных сборах, и о камнях Отдых на природе Тем более, когда все продумано Безопасно, чисто, уютно, комфортно Это, конечно, бальзам на душу Сказка для сердца И услада для глаз Едем домой Думаю, что со мной Вы немного отвлеклись от быта и забот Всем мира, добра, красоты в душе и сердце Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»